так чистим зубы да обезьянка мама чистит зубы сначала мама как следует чистить зубы Давай честь, только не пасту кушай, а честь, Даня. Набираем в водички. Давай, смотри, полоскай, выплевывай. Еще? Выплевывай. В глазки моем. Вот так надо ручками двумя, давай, раз. Давай сам. Ручки с мылом. Ручки с мылом. Ручки с мылом. Ручки с мылом. Все, все, все. Ой, чисто. А что ты щип? Но они не щипят. Это специальное мыло, которое не щипит глазки. Что вы думаете? Что? Все. Все чисто. Все. Красавчик. Выключай водички. Вытираем ручки. Вытираем все. Полностью, красавка. Вот так вот. Чистый мальчик. Красавчик, красивый. Радите, а в зеркало смотришь? Все? Все, Бери, иди. Все, иди. Майка, давай переодень. Чистую одень. Пошли. Все. Красавчик. Уйди, поцелуй. Как без поцелуйки маминой. Ой, в общем, умылись, переоделись. Я только не переодеваюсь, потому что на мне как раз грязная одежда, и в ней я пойду доделывать комнату, и все, и потом переоденусь. Искупаюсь, потому что все летит, пыль летит. Я когда зачищаю, это куркой для зачищения стен, летит очень много пыли. Я вчера помыла голову, и у меня голова вся такая в пыли была, и я вся грязная. Поэтому я уже одела сразу домашний рабочий костюм. И я когда все там доделаю, я искупаюсь снова и переоденусь. Сейчас пью кофе, и как раз опубликовываю видео, вчерашний влог. Вам посмотрите. Бабушка здесь сделала кашу Дэнни. Кашу Дэнни не ест. Подошел ко мне и говорит, мясо. Это чистая говядина. И вот, честно говоря, он с недавнего времени стал просить вот так вот мясо, и реально его вот так вот ест. Я половинку выкладываю в стаканчик, грею ему, потом все это мешаю. И ему нравится есть прямо с этой банки. То есть он не будет есть это с другой посуды. Вот с этой баночки ему нравится есть говядина в чистом виде просто. На самом деле она очень вкусная. Я тоже ее подъедаю иногда, когда он не доедает. Реально вкусная в чистом виде говядина. Так, Дэнни как кушает? Время сейчас у нас 10.45. Я ответила уже на все сообщения в инстаграме. Мама пошла, пока я сейчас слежу, чтобы Дэнни все это не перевернула себя. Она пошла чуть-чуть зашкуривать в той комнате наши вот эти вот замазывания. Вот. Вроде я вчера, кстати, проверила, посмотрела. Вроде неплохо все идет. Сейчас это зашкурим все. Еще там какие-то дырочки подмажем. И можно уже красить. И я думаю, что мы даже не найдем, где были эти каналы. Вот. Слышите? Это мама. Вот. Сейчас он докушает, я пойду ей помогать. Что-то там разлил, вытирает, да? Как следует вытирать. Вот так, Дэнни. Ну что ты катаешь ее? Вот так раз вытер. На, клади. На место клади. На место ложи. Иди садись, давай докушивай. Аккуратненько. Кушай. Так, ну что, смотрите, Дэнни почти все съела. Одну ложку только оставил, но уже не хочет. И попросил сыр. Вот сам попросил сыр. Говорит, дай сыр, дай. Любит он очень сыр, хлеб любит. Душа сырная. Пойдемте посмотрим, что там. Как там. Ну что, мам? Нормально? Нормально ты тут все заделала? Я тут у нас шкурки могу. Она, видишь, как быстро стирается. А, да, от алебастра очень вот так вот. Ну смотри, я где-то вот тут уже... Ой, пока мы с мамой там все зачищали, руки устали, кошмар. Ну вообще, честно, блин, это вообще геморрой, не могу. В общем, мамочка эту капусточку приготовила с колбасочкой, любимая. У меня с головы сыпется строительная пыль. Алебастра сыпется с головы. Ладно, надо поесть, набраться сил. Это, кстати, одно из любимейших блюд. Обожаю. Тушеную капусту с колбаской. Время 14.00. Что мы делали все это время? Мы шкурили ту комнату, были все в пыли. Потом, короче, я решила покрасить, не получилось. Потом я решила загрунтовать, потом мы решили померить эти кабеля. Короче, это капец. Я уже позвонила, честно, я не выдержала. Я позвонила человеку, который занимается малярными работами. Просто хотя бы он пришел, чтобы оценил объем работы. Что мы там наделали. Это видео будет, знаете, пособие, как вообще нельзя делать. Просто посмотреть и поржать. Я не знаю, выпущу я его или нет. Но реально, у меня то краска протухла, понимаете. То я просто не рассчитала свои силы. Я никогда этого не делала. Но теперь я это сделала, и я надолго запомню. Если кто-то спросит меня, а вот ты там, девочки. Короче, там будет видео, все будет ясно. Короче, 2 часа я себе делаю сейчас кофеек. До 3 часов я пью кофе. Я сейчас делаю кофеек. Мама, спасибо, помогала мне. В общем, к вечеру все равно дождемся человека. Он здесь работает у нас в доме. Он придет и хотя бы скажет, что нужно сделать. Сколько это будет стоить. Мы, конечно, его встретим с антисептиком, запшикаем полностью. Малого уведем в другую комнату. Он зайдет в комнату, оценит все и выйдет. И все сразу за ним задезинфицируем. Ну, просто я не могу по-другому. Этот карантин, я хочу быстрее все закончить. Я понимаю, что вот так натяпляп вообще тоже нельзя заканчивать. И просто меня ломает конкретно. Мама хоть смеется надо мной. Потому что она, человек, она может, знаете, что-то подождать. А я не могу. Меня кроет просто. Руки чешутся. Просто самой все реально закрасить. Она говорит, ну не спеши. Ну пусть он придет, посмотрит. Так что я говорю, ладно, пусть придет, посмотрит. Вот, а сейчас я, короче, кофе сделала. Еще у меня идея сделать блинчики. У нас такие классные сиропы вкусные. Здесь и кофе есть, и маракуйя. Или сделать не блинчики, а опять свои панкейки любимые. Короче, что-то вкусненькое хочется сделать. Сейчас кофе глотну и решу. Это, зайка, тебе молочный коктейль с клубничкой. Сейчас будешь кушать. С йогуртом, клубничкой. Сейчас нальем и попробуем. Мамочка, попробуй. Это не с молоком, а с ним. Прежде чем давать ребенку и маме, попробовать надо. Кисло-сладкий такой. Ну-ка, Дэнь, будешь? Давай, пробуй и зацени. Что скажешь? Нет. Тебе не зашло? Вообще-то мы для тебя берегли банану половину. Ну еще глотни. Ну все. Эксперимент не удался. Сами съедим. Так, замешала все на блинчике. Здесь у нас 2 яичка. Где-то, ну, пол-литра, я не знаю. Где-то пол-литра. Все делала на глаз. Где-то пол-литра молока. Я смешала обычное молоко с растительным молоком. С соевым. Добавила 2 яичка. Пол чайной ложечки разрыхлителя. Сахарозаменитель. И овсяная мука. Вот. Сейчас буду без масла делать блинчики. Решила сделать такие мини-тортики. Дэнька уже отщипнул половинку. Короче, такие мини-блинчики делаю. Потом промазываю медом. И сверху орешки. Вот. Сделаю такое небольшое. Вот несколько слоев. А другой сделаю, может, либо какой-то сливочный, либо фруктовый. Короче, пока такое делаю. Орехово-медовый. Ой, господи, девочки, так это вкусно. Единственное, что я решила не делать, это в виде тортика. А просто вот так вот заворачиваю. Потому что оно, видите, не пропитывается даже. Вот так заворачиваю и ем. Просто получается с орешками и с медом. Просто невероятный. Так, теперь один намазала вот этим вот сиропом клубничным. Сейчас попробую. Короче, попробовала с клубничкой. Вкусно, но с медом и с орехами лучше. Это я дэньки сейчас сделала. Без ничего. Потому что мед, орехи аллерген такой сильный. Я пока ему как бы не даю. Но он так орехи не пробует, вот чтобы дала, да? Мед тоже. Поэтому без ничего. А клубничка для него кисловатая будет. Ну, как тебе, мам? Вкусно, да? Ну что, поели мы, короче, наелись. Дэньки надела. То есть, то есть, то есть. Половинку только съел. Сейчас включили сериал. Называется «Другие». Маме посоветовал Алекс Брежнев. Маме посоветовал Алекс Брежнев. Вот мы сели, включили. Дэнька играет. Всё. Отдыхаем. Время половины восьмого вечера. К нам зашел рабочий. На расстоянии двух метров я его проводила в комнату. Мама с Дэнь посидели в другой комнате. Я сама от него держалась. На расстоянии двух метров. В общем, он зашел в комнату. Он говорит, я обычно всё делаю под ключ. Типа, много работы. А за эту работу я даже не знаю, сколько взять. Говорит, да вы сами справитесь. Возьмите там шпаклёвку эту. Какую-то Ротман там. Или ещё одну какую-то посоветовал. Две. И вот ими вот так вот сделайте. Вот то, что вы делали, это типа, ну, не это. Этим не сделаешь нормально. Вот это там паста, как по маслу всё будет. И ещё раз пройдите, типа, вот. И потом вот зачистите. Я говорю, ну, сделайте нам уже как бы это. Ну, что-то он, по-моему, не захотел особо взяться. В общем, ладно, я его выпроводила. Всё, запшикала везде. Он ни до чего даже не дотрагивался. Так что всё нормально. И завтра в обед к нам придёт ещё женщина от нашего электрика. Придёт и посмотрит. Ну, может, она сделает хоть, понимаете? Потому что эти стены, они мне покоя не дают. Вот. А сейчас мы смотрим, продолжаем сериал. Другие. Нам он очень нравится. Уже третья серия сейчас идёт. Сейчас чаёчек себе делаю. И с вот такой вкусняшкой слушаю. И скоро спать уже Денька укладывает после сериала как раз. Купаться и спать. Всем доброе утречко. День следующий. Я решила в этом влоге два дня снять, потому что я буду разбавлять эти влоги. Всё-таки чем-то вам интересненький. Вот предыдущее видео, это был фикс прайс. Вот. А сегодня будет два дня подряд. Денька гудит. Вот так вот гудит. Это Денька. 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 Привет. Денька, привет. Привет. Денька. Привет. Да привет. Да привет. Да привет, да, Денька. Да привет. Да привет. Да привет. Кстати, я недавно это вспомнила. Он всё время говорил. Да Дэнни, да Дэнни. Я думаю, откуда он это да Дэнни берёт? Ну, типа. А это он, когда мне щипает. Я говорю, да Дэнни. Да Дэнни. И он вот это вот подходит ко мне и начинает говорить, да Дэнни, да Дэнни. Это значит, что он хочет так поиграть, наверное. Я пью кофе, просыпаюсь, смотрим новости. Проснулась в 8 утра, сейчас уже 15 минут 10. Я еще полчаса просто сидела без кофе, просто так тупила сидела. Потом уже кофе сделала. Вот так вот Дэнни-ка бабушке мешает работать все время. Залезет к ней под крылышко, там стоит. Вот, какие планы на сегодня, не знаю. Мы с мамой смотрим новый сериал, вот это другие, прям вообще кайфуем от него. 4 серии посмотрели, да? Да, 4 серии. Прям вместе, когда что-то нравится очень сильно, вообще круто. Лезет уже, уже лезет на голову, на ручки. Сегодня, кстати, планирую пойти в магазин за продуктами. Нужно купить хлеб, нужно купить фрукты, бананы, яблоки. Закончились уже, как я вам говорила, нам яблок на пару, на 5 дней. Вот они и закончились. Бананов было мало. Вот, ну короче, такие вот, как фрукты и сладости, ничего нет, шоколад закончился. А знаете, во время того, когда стрессик какой-то такой небольшой, да? А у кого-то и вообще стресс. Хочется иногда шоколадик поесть. В общем, уже насобирался целый список продуктов, и я выйду тут рядом с домом, пятерочка. Я выйду, куплю продукты. Итак, мама, что там, гречку с молоком Деньки промешивает? И смотрите, что у нас сегодня на завтрак. Это наш один из любимейших блюд. Это лаваш, а там внутри сыр с яйцом и зеленью. Ам-ням-нямки. Я уже показывала, как это готовить. Приятного аппетита. Смотрите, я недавно купила вот такой вот кокосовый сливки. 560 грамм здесь. Здесь кроме кокосовых сливок ничего нету больше, кроме мякоти кокосового. Переработанная мякоти кокосового ореха 85%. И вода всего лишь 15%. И мульгатора Е435 0,01%. Короче, мы хотим сейчас как-то это все сделать, потому что всего лишь 30 грамм. Вот здесь 560, а всего лишь 30 грамм сливок разводится в стакане воды. То есть я переживаю, чтобы оно не пропало у меня. Сейчас я перелюю вот такую вот баночку. И мы, наверное, часть положим в холодильник, а часть разведем. И буду пробовать с кофе. Вот, кстати, у меня соевого чуть-чуть осталось, надо добавить уже какой-то. Сейчас буду мутить и смотреть, что вообще, как вообще, и вкусно, а не вкусно. Первый раз так буду делать. Слушайте, вот такую баночку из-под фикс прайса я развела вот здесь. Вот реально она глаз. Я сначала сделала, как в интернете написано, а в интернете написано 30 грамм типа сливок и воды там, стакан. Я сюда 4 стакана налила и сделала 120 грамм сливок. Но оно какая-то водянистое получилось, и в итоге я набухала, короче, здесь я не знаю сколько. Ну, нормально набухала на вкус. И вот сейчас мне нравится, вот как оно по жирности, по вкусу и все. А остальное мы, наверное, прям вот так вот поставим в морозилку. И будем вот и закончится это молочко. Возьму, отколупаю здесь сколько надо, опять разведу вот так вот и все. Буду пить. Сейчас вот там у меня соевое с кокосовым греется. Сейчас я сделаю кофе, попробую, вам расскажу. Это просто намного, мне кажется, вкуснее и полезнее, чем просто брать вот кокосовое или соевое. Там куча добавок все равно разных каких-то. А это прям вообще натур-продукт. Слушайте, девочки, волшебный напиток вообще, честно говоря, я не ожидала. Я подумала, что мне не понравится, потому что когда-то давно мне продали в стаканчике молоко кокосовое. Я попросила молоко, потому что у меня закончилось. Я пришла домой, открываю, а там кокосовые сливки. И как я только не разбавляла водой, но я там разбавляла совсем в другом соотношении водой. И у меня ничего не получалось, я в итоге их вылила, потому что они были очень жирные. А здесь реально я поняла, что нужно чуть-чуть кокосовых сливок, больше воды. И прям замечательно. И главное, что здесь нет сахара, ничего нет, вы сами посмотрели состав, да. Вот я теперь буду чаще так покупать всю банку сейчас в морозилку. Будем, знаете, как томатную пасту вот ковырять потом. Прям супер-пупер. А сахар добавляю, сахар-заменитель какой мне нужен. Кайф. Еще на нем и готовить можно, всякие плюшки, панкейки и так далее. Класс. Считаем с мамой выгоду. Вот я, смотрите, кокосовое молоко беру, причем сейчас кокосового реально не найдешь молока. И если оно есть, то оно есть там в Альпро. В Альпро она, по-моему, с сахаром с добавлением. Ну и плюс там состав, да, определенный, ну не чисто прям вот кокосовым и все. А там еще что-то добавляют того-сего. И вот смотрите, вот это я купила за 160, по-моему, рублей или 150 или 160. Ну, короче, до 200, по-моему, я купила. Я точно не помню, это у меня, знаете, в покупках ленты. Я показывала, кто помнит, напишите в комментариях. Вот, и получается, что здесь, смотрите, сколько я израсходовала. Одну четвертую, наверное, где-то, да. Получается, что мне одной вот этой банки будет на 4 литра. А так я литр покупаю. По литру же молоко, да, у меня я покупаю. Альпро, вот это все. Альпро, например, кокосовое стоит 300 там с чем-то, да. Ну, 303 самая дешевая, там, 350. Один литр, представьте. Потом еще что. Другие там, ну, 250 рублей, короче, кокосовое. Стоит. Вот дешевле 250 рублей, по-моему, я не встречала. Джоя вот это вот. И то, у них, например, соя может стоить там 150 рублей, а кокосовое 200 с лишним стоит. Короче, это очень выгодно, потому что если 160, грубо говоря, берем и делим на 4, получается 40, где-то 40 рублей литр. Прикиньте, как это выгодно. И хорошо то, что это реально, вот мы сейчас в морозилку положим. Я еще потом буду показывать, как оно будет вот при повторном. употреблении, да. Как там, мы будем колупать ножом, не колупать. В общем, сейчас положу так, чтобы оно не растеклось никуда. Аккуратненько надо поставить куда-то. А куда поставить? Ну, мясо вот не часто берем. Внижнее. Ну, вот. Рядом с томатиком как раз. Аккуратненько. Я в пакетик даже не буду складывать, просто так, да, положим и все. И все. И тогда это очень надолго хватит. Я просто переживала, что оно так пропадет, знаете, если поставить в холодильник, потому что оно хранится всего 3 дня. Ой, мои хорошие, вышла сейчас за продуктами, поеду. И еще нужно купить мне там шпаклевки. Не знаю, работает или нет сейчас, недалеко от дома. Магазинчик там один. Ну, все, маску взяла с собой, дезинфектор взяла с собой. На улице такая шикарная погода, честно говоря. Прям мысли, думаю, блин, погулять что ли. До смолы можно было бы выйти аккуратно, так, чтобы он ни до чего не дотрагивался. Там в лифте и так далее. И народу нету. И можно было бы пройтись. Ну, блин, он же побежит на качельки, на то, на сё. Будет руками все это хватать. И он еще там нет в лицо лезет. Я вот за это переживаю. С этой целью я его, конечно же, приду домой, скажу, мама, давай проветрим. Вообще сейчас везде все окна откроем. Оденемся, и у нас пусть будет улица дома. Вот, а я вообще, погода хорошая, классная. Но, честно говоря, на улице время проводить вот сейчас вообще не хочется. Кажется быстро за продуктами съездить, взять то, что нужно и вернуться обратно. Так что сейчас я это все быстро сделаю. Еще надо будет прийти и поперемыть все, что я принесла. Сейчас искала камеру везде, думала, потеряла. Второй раз уже выхожу в этой куртке и в шапке. И понимаю, что пипец, как жарко на самом деле на улице. Просто мне нужно было одевать эту джинсовочку. Либо это, градусов-то сколько у нас? Что-то мне тут не показывает. Короче, не суть, жарко, не могу. Все, взяла шпаклевку, 122 рубля стоит. Я сейчас в магазин и домой. Так, видео, я смотрю, очень мало, кто ходит в масках, конечно. Я вам скажу. Так, бананчики, бананчики. Вот, я хочу из-под низу взять бананчики, потому что они, мне кажется, более-менее свежие. Сейчас бананов возьму побольше, потому что они что-то быстро заканчиваются. О, гигантские бананы. Вот это я возьму. Кстати, вот то, что я держу вот так вот ручку, это тоже все уже. Руки, считай, просто в грязи. Так, бананы, яблоки. Представляете, зашла и то начали говорить. Все, уважаемые покупатели, выходим, выходим, дезинфекция. С сегодняшнего дня у них закрывается, я не поняла, раз в день или может два раза в день на дезинфекцию. Ну, наверное, раз в день. Вот, и все, я там уже до двух, вам надо успеть, типа там. Я уже кидала реально все, что, пельмени не те взяла, которые купила, три шоколадки лишние взяла, которые не хотела. Нашла потом то, что я люблю вейка. Вот, а до этого взяла, короче, покажу, сейчас домой придем, я покажу, что я взяла. И буду сейчас все это мыть, дезинфицировать. К нам залетела оса, у нас на окнах нету этих решеток, к нам залетела оса, и мы боимся. Мы открыли ей окна, чтобы она вылетела. Ну, она же не дотумкает, блин, бьется вот в это стекло. О, господи, надо заказать, сейчас позвонить в сетке. Короче, я пришла домой, не стала вам снимать. Ой, вытерла камеру, запшикала ее. Не стала вам снимать, как я тут бесилась, честно говоря, перемывала все, что принесла. И это надо еще делать быстро, а еще я это делать не люблю. Я не люблю ходить за продуктами, я не люблю мыть посуду. И перемывать продукты, это, короче, двойное, да? Плюс малой бегает везде, надо все делать быстро. Короче, это... Я такая была раздраженная сейчас. Но все перемыли, все разложили. Вот, а теперь оса залетела, значит, к нам. У нас следующая проблема. А еще готовится рыба, нужно проветривать кухню. Да, еще готовится рыба, нужно проветривать кухню, но мы не можем ее открыть, потому что там оса, если она сюда залетит, мы будем с мамой тут как сумасшедшие бегать. Ну, плюс ребенок еще. Я не знаю, как. Надо в интернете мам будет посмотреть, как выгнать осу. Мама пошла. По-доброму ее. Ударь! Мама, у нас еще второе окно. Что-то она там вылетит, во второе окно залетит. Мама, наша спасительница. Да не блокируй, блин, балкон. Все, мам. Не знаю. Теперь это накрывать, нафиг. А у нас же вот там еще щиль? Я запутываюсь в эти блинсы. Вот today. Ну вот, мам, когда мы разложим... Я тебе говорила, заказывай сетки. Спасительница! Нет, не штукатурить надо. Сетки заказывай. Так я забыла, у нас есть, что сейчас закажем. В смысле, вперед. Это пока еще их поставят, придут. Ты сама забыла за сетки, не надо сейчас на меня наговаривать. Ты у нас занимаешься этими делами. Ты напоминаешь. Ты ответственна за напоминание. Да, у нас там еще дырка же, они оттуда летят. Еще дырка, она может заползти. Надо сетку туда, в дырку. Так, Денька ест картошку. Рыбу, сейчас я ему почищу, дам, попробую. Ну, я думаю, что он ее есть не будет. Бабушка приготовила нам картошечку с рыбкой на пару. И салатик. Посмотрим. Данюль, на рыбку попробуй. Да. Попробуй, пожалуйста. Рыбку, зайка. Давай, положите сюда. Возьми ложечкой, скушай. Попробуй. Прям нет никак, да? Даже попробовать не хочешь? А ну-ка попробуй. Вот так. Без рыбы. Я чего не ела? Ладно, пельмешки сделаю тебе. Вчера не ел пельмешки. Сегодня сделаю. Потом картошку пока ешь. Так, ну что, поели. Денька съел половину только своей порции. Я на удивление вообще так вкусно. Мама когда только приготовила, сначала я говорю, мам, по-моему, я такую рыбу не очень люблю. Ну, что-то по вкусу я подумала, что это какая-то другая, видимо, рыба. Либо я когда готовлю вот на пару рыбу, знаете, вот замороженную какую-то, я не очень готовлю. Ну, она ложила, говорит, ну попробуй. Слушайте, так вкусно. Рыба нежная, без костей. То есть у нее один позвоночник. То есть одно наслаждение есть, и косточек немного. Мелких вот это косточек нет вообще. Кайф, такая вкусная, аж съела два с половиной куска. И мама. Все прям доела. Обычно, если я доедаю и ничего не оставляю, значит, это пипец, как мне нравится. Мама показывает, что это за упаковка. Надо запомнить, кстати. Фэш хаус или как? Фэш хаус хек. И она уже кусочками там или целиком? Ну, она как бы целиком, но там вот такие были четыре. Ты разрезала, да? Да, я их на три части каждую разрезала. Только шоколада я набрала. Я сначала взяла вот этот шоколад. Я знала, что он вкусный. Темный шоколад с кусочками апельсина. Потом взяла вот эти два. Это черный шоколад с цельным миндалем. Это мама любит. Две штуки взяла. И потом я начала еще смотреть, пока на кассе, и увидела мой любимый. Ну, и бросила его уже, этот без сахара, короче. Вот. Какой будем, мам, вперед есть? Вкусные. Они все вкусные. Давай вот этот. Нет, давай вот этот. Шоколад, кстати, тоже я пришла, и я пробрызгала его, так как он бумажный, его не помыть. Я его побрызгала со всех сторон антисептиком, каждую шоколадку. То есть то, что было в бумажной упаковке, я все пробрызгала. А то, что можно было прям помыть, мы брали чистящее средство вот это вот. Ну, такое детское, короче, оно здесь специально, чтобы мыть и продукты, и это, ну, для детей, как бы без отдушки, ну, как раз вот. Ну, им, короче, мыли все. И пакеты мыли, и яблоки, и лимоны, и все на свете. И тетропаки. Ну, что? Да я уединилась в комнату, посмотрели сейчас две серии этого сериала, другие, и что-то, ну, так концентрировались, внимательно смотрели, что я аж устала смотреть. Я говорю, ну, а давай сделаем перерыв уже. И мне прям захотелось в комнату уйти, вот в эту. Здесь прям такая тишина, спокойствие. А Дэнки Мультаны включили, потому что он все это время вот так. Думаю, ладно, перерывчик ему, пусть свои три котика посмотрит. Легла. Сейчас немножко полежу. Кстати, заметила, что время, я не знаю, может вот так получше, если свет будет. Заметила, что время бежит достаточно быстро. Вот уже раз-раз, и шесть часов вечера. Сейчас туда-сюда, и через два часа уже малого спать ложить. Перекусим. Да, сейчас я полежу, отдохну. Че делала? Че делала, так устала? Написала, кстати, женщина, которая шпаклевку делает. Я уже все купила, я ей сказала. Она говорит, ну, сегодня не получится прийти завтра. Ну, надеюсь, что она завтра придет и сделает все это, потому что она вообще сказала, за 500 рублей все сделает. Вот, то есть работы там немного. И еще сегодня позвонила, так как коса залетела. Все, знаете, когда что-то происходит, только тогда ты начинаешь уже быстрее и быстрее шевелиться. Написала этому человеку, который делал брату, сетку на окно. В общем, скинула размеры. Ему примерно он должен написать, сколько стоит отдельно сетки, сколько с установкой стоит. Надо сделать сетки, потому что вот так вот, да, будут залетать к нам пчелы, мухи, комары. Это вообще не варик. Не знаю, что делать. Не хочу ничего делать. Что-то сегодня день лентяя конкретный. Оставили Дэньке бельмешки, которому понравились. Вот сегодня сварила я ему сейчас. И еще останется на послезавтрак. Каждый день не даю, но через день можно. Там хоть так телятину будет кушать. Уплетает за обе щеки прям. Я сделала, говорю, на, Дэнечка. Спасибо. Ну что, все, мы идем спать. Время у нас 8 часов. Идем спать. Выключаем везде светик, да? Так, что у нас тут? Подушки разбросаны. Все, постельное уже менять надо, Дэнька. Тут недавно кашу разлил. Дэня! Все, спокойной ночи. Выкрываем дверку. Покажи, как ты делаешь. Дэнька уснул. Сколько нас не было? Полчаса. Все, я хочу чай. И давай включать скорее наш сериальчик. Девочки, я не знаю, кто пробовал. Я просто обожаю масло, сыр и вот немного меда. То есть получается такой сладкий бутерброд. Ну, немножко меда совсем. Ой, на карантине чувствую, поправлюсь. Крошки. Ну, что, мы с мамой сейчас лупанули две серии. Сейчас уже девятая там начинается. Я говорю, поставь паузу. Говорю, давай, смонтирую вложек. Так что решила с вами попрощаться. Сегодня, короче, два таких момента, которые меня напрягают внутри. Первый, это меня напрягает выходить на улицу, потому что, когда ты возвращаешься, или вообще, когда ты где-либо находишься, тебе приходится много чего делать. Особенно, если за продуктами ходить. Вот это вот перемывать все продукты. Саму себя, одежду там, переодеваться. Все, и все равно, блин, чувствую, что ты не до конца, блин, там, весь продезинфицирован. Я почему-то в хлорке искупаться. Вот. Это один момент, который меня напрягает. Выходить из-за этого не хочется. И второй момент, который меня напрягает, это вот эта комната наша, которую мы сами сделать уже не можем. Вот. И, короче, в ожиданиях, когда же она доведется до ума. Мне кажется, это очень надолго затянется. И, короче, это очень надолго затянется.